МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-2 распочиная программа «Репортер». У студии телерадио компании Гомель Наталья Игнатенко. Добрые ранницы. Сегодня в Беларуси начнется детерминовое голосование по выборах президента краины. У Гомельской области оно будет проходить на 1027 участках. Каким чином до этой подеи рыхтовались члены комиссии? И какие новые увядения предугледжены на этих выборах? Доведовся Алексей Синтероу. Сгодно с 9-м законодавством детерминовое голосование не проводится на участках, которые размещены в больницах и санаториях. Эти участки будут открыты только непосредственно по часу выборов. Все остальные готовы принять выборщиков за 10-й годин 6-го кастричника. При этом многие члены комиссии прошли специальные тренинги, где учились принимать адекватные решения во всех ситуациях, которые могут возникнуть на участку. Рассматривались вопросы знания и соблюдения избирательного законодательства. И, соответственно, моделировались те моменты, которые могут возникать в ходе общения с наблюдателями, средствами массовой информации, происходящего в день выборов. На 21-м участку у Гомеля опошни перед детерминовым голосованием посяжение комиссии. Размова выключена деловая. От гарантования безопасности людей у вынеку незвычайных ситуаций до проведения голосования по месту жихарства. Отповедные заявы будут приниматься, а не приедут члены комиссии до таких выборщиков. Только 11-го кастричника. Сирот нового уведения у специальные трафареты для людей, которые бачить дрянут и не бачить у вогули. Неких проблем возникнуть неповидно. У речи члены комиссии люди у перважной большинства в опыте проведения выборщих компаний розного узровня. До речи у состава участковых выборщих комиссий Гомельской области 76% женщины. У нас практически все члены комиссии уже люди опытные. Это у нас четвертая избирательная компания. В нашей комиссии присутствуют и мужчины, и женщины. Разные представлены предприятия, но все это серьезные и ответственные люди. Ход детерминового голосования на Гомщине будут контролировать 4850 внутренних назиральников и представленники международных миссий. В участковых комиссиях кажут, что их главная задача – провести выборы в полной ответственности с национальным законодавством. Сгодно с регламентом, подчас детерминового голосования на участку повинны присутничать не меньше двух членов комиссии, а также старшинятия, а на месте дежурства будут организованы по графику. Вся речи отребуется, что каждый член комиссии будет дежурить два раза по 3-4 годины. Детерминовое голосование будет проходить по субботу уключено с 10 до 14 годин и с 16 до 19. Уся необходная информация, починающая от программ-кандидатов до выборчика кодекса, размещена на специальных стендах, причем на шматриких участках есть еще и кутки молодого выборчика. Краина робит выбор в своей будущем. Я хотел бы обратиться к избирателям Гомельской области, всем принять участие в голосовании, отдать свои голоса за дальнейшее развитие и процветание нашей родной Беларуси. Алексей Чаров, Евген Макеенко, телерадо-компания Гомель. До инших тем. У Гомельской областной клиничной больницы проведена первая у Беларуси операция по одновлению поясничных позвонков. Она пройшла под кераунистом профессора с Германии Крастияна Касперка, и кедночасово дау майстер-класс для гомельских медиков. Подчас операции у тела зломанного позвонка уводится силиконовый баллон, який вытримливает значную нагрузку. Затем у полости, якая утворилась, уводится специальный костяный сегмент, ее намоцовывая позвонок и не дозволяя ему ломаться удалейшим. Данный вид оперативного вмешательства в нашей республике пока не выполнялся. Но пациентов таких достаточно. Это все пациенты, имеющие эндокринологические заболевания щитовидной железы, половых желез. Это пациенты, страдающие остеопорозом. Человек избавляется прежде всего от болевого синдрома. Перестает болеть позвоночник и ноги. Важно и то, что операция проводится малоинвазивным методом, без разрезов. Для увядения имплантата достатково проколу скурного покрыва. Это снижает болючее отшувание пациента и скорочает термин его реабилитации. А дякучая открытию нового нейрохирургичного отделения у областной больницы, ЖХР и Гомельщины смогут отрымливать допомогу, не выезжаючи за межи в области. В связи с похолоданием, якое в ближайшие дни чекается на Гомельщине, службы жильево-коммунальной господарки переходят у режим готовности до включения теплельной объекта в социальной сфере и жилого фонду. Такое доручение керавництво Галины да у напереда дни старшиня Аблвы Конкама Владимир Дворник. Рашения об початку теплельного сезона на конкретной территории будут самостоянно приймать районные и городские выканавчие комитеты на подставе дадзиных об среднемесячных температурах вонкового поветра за опошня 5 суток. Тем не менее, старшиня Аблвы Конкама попросил звернуть увагу. Во умовах резкого понижения температуры, якое чекается у ближайшие дни, не выключено, что тепло в медицинские установы, социальные установы, установы и адукации треба будет подать ранее, чем это предусмотрено нормативами. Одним словом, службы жильево-коммунальной господарки повинны быть у полной готовности. До речи, у Гомельской области подрыхтовка датяпляльного сезона практически была завершена еще до середины вересня. Сегодня с 9 до 12 годин у Гомеля отбудется промая телефонная линия по питаниях телебачення, радиовещания, проводного вещания и переходу на личбовое телевизийное вещание. Отказывать на питание будет директор филиала Гомельский областный вузел радиовещания и телебачення Сергей Понтус. Телефон промой линии 77-67-43. Протягиваем выпуск. Одна из наистарейших и наибольша уторитетных музейных установ Украины. Гомельский палацево-парковый ансамбль переживает другое народжение. Зараз тут отбывается реконструкция одразу некальких историчных объектов. У першопочатковым выгляде отновляются навод дробные детали интерьеру. Под обязанностью в наступном материале. Один из самых загадковых объектов Гомельского палацево-паркового ансамбля покульт закрытый на реконструкцию. Побудованный в конце 19-го года в так званом неорусском стиле, каплица стала поховальней одразу для восьми представников роду русских князев, сирот яких и генерал-фельдмаршал Паскевич. Создается впечатление какой-то такой природной массы, которая над нами нависает. Словно это какого-то пещера или грот какой-то. Как будто бы мы находимся в портале, в инфернале какой-то мир. Изюминкой этого грота, этой усыпальницы является, конечно же, постамент княжне Балашовой, фрейлине императрицы. Редкие породы мармуру и незвычайные облицованные стен месяцовым каменем. Усюг это смогло пережить сусветные войны и революцию. Однако частка декора усе ж была разборана. Было два варианта. Это создание этого нового камня. Надо было создать производство необходимое, изучить старинные традиции, как создавался этот камень. И также у нас были сведения по поводу, где можно этот камень найти, который остался еще со времен князя Паскевича. Проверять информацию накировалась археологичная экспедиция. Поле, на яким до революции по меркованию специалистов стояли цагляны и шкляны заводы, только на первый взгляд ничем не одрознивалось от суседних. Ковалки незвычайного шкла и стародавния цыгла, якая выпускалась от тут до 1923 года, станут не только материалом для реставрации музейных помешканий, но и важными экспонатами, с допомогой некоторых археологи спадзяются одновить пробелы у истории Гомельской области. Клейма разнообразная и есть, клейма с латинскими буквами. Ну и тот удивительный кирпич буквально с записью 1920 года по еще не остывшему кирпичу, то есть он еще был в массе, в глине еще сырой. Ну вот человек, таким образом, мы не знаем кто это, но он навечно оставил, скажем так, свою запись в истории. По словах работников музея, собранных каменел повинен целком хапить, так само на обновление зимового саду из кляпов ледников. А дреставрованная же каплица по хавальне открыется для наведвольников уже все лета. Алексей Нема, у Вероникова Рашилина, приподтрымце агентства Телена Вин. Сегодня у Гомель отбудется юбилейный концерт камерного хора областной филармонии. Разнастаянность репертуара и высокое выканальницкое майстерство сделали их этой коллективу вядомым не только у Беларуси. Камерный хор Гомельской областной филармонии заснованный заслуженным работником культуры БССР Алексеем Лукомским. На початку 80-х гомельский хор стал первым профессийным коллективом этого жанра в Беларуси. Сегодня у его репертуары вся музычная палитра, церковно-славянская духовная музыка, айчинная и замежная классика, вокально-хоровые миниатюры и джазовые композиции. И это одна из причин по успеху гомельских выканавцев. Коллектив часто выступает не только на родзиме, а и за ее межами. Россия, Германия, Франция, Польша им аплодировали в шматых краинах. Лепшая створа у слухачи смогут подшить сёння. На юбилейном концерте экипажнецца у 19-х один у областным драм-театры. Конечно, нет предела совершенства, но камерный хор всё-таки держит свою планку, достоинство. Раз он говорится о том, что он профессиональный коллектив, он должен иметь и эту же высоту, этот статус. Мы стараемся всё сделать для этого. И своим репертуаром, и своим отношением, и, конечно же, участием в очень больших концертах. У гомелью программы «Экзотик Шоу» открылся черговый 44-й цирковый сезон. А кроме традиционных выступлений с дрессированными живёлами, глядачу чекают номеры, от яких литерально захопливает дух. На первом представлении побывала наша здымочная группа. Багатцы фарбал и гуков, оригинальность выкананья и незвычайность подачи, у «Экзотик Шоу» навод классичные номеры, представленные в новом светле. Кали жонглировать, дык червоными котелками, ломать комедию з усими разом. А вось подчас выступления поветра на гимнастке у зале не до смеху. Над руки, какие девчина выканывает без строговки под самым куполом, слабонервовым лепш не глядеть. За кулисами мы всё ж потекавилися, те есть речи, яких боится артистка. Я не знаю, чего я боюсь. Наверное, тараканов только и всё. Я когда в воздухе, я работаю, и мне это нравится. Я думаю в этот момент только о зрителях. Я думаю, как сделать так, чтобы зритель аплодировал, чтобы зрителю понравилось. Олег Головная зорка экзотик шоу «Жираф Багир». Пятиметровый пригажун родом из Африки. Зараз ему 12 годов. Мужчина у полном роспяти сил. За годы гастрольного життя Багир снимался у знакомитой программе «У свете живёл», не одной че удельничал у конкурсах и на потеху публицу выучил множество труков. Церодых – поклонный реверанс и лунная походка, как у Майкла Джексона и элегантный вальс. А за любимый ласунок – сухарик Багира хвот нацеловал всех жадающих. Зразумела тех, кто был готовы для таких прояв – пяшот и жирафа. Все это время, время, время репетиции и какие-то трюки. Он сам подсказывал, что он может делать, что ему удобно. То есть мы его как-то так особо и не принуждали, скажем так. Легко с ним было работать. Он нас понял, мы его поняли. Подорожничая Багир у специальном фургоне при этом колонусе проводит экипаж ДАИ, а каждые 2 годины припинок. ДАРОГА ДЛЯ ЖИВЕЛУ СУРЮЁЗНЫЙ СТРЕС. АЛЕ ДЦЕЛЯ ЛЮБОВИ ГЛИДАЧОВА АРТЫЗ ПЕРАНОСИТЬ УСЕНЬЯ ГОДЫ. РУСЛАН ПРАЛЯСКОВСКИЙ, КАТЯРЫНА САПЕЛНИКОВА, ЯВГЕН МАКИЕНКА, ТЕЛЕ РАДЮО КАМПАНИЯ ГОМЕЛЬ. И на гэтым наш раннешний выпуск завершенный у студии працавала Наталья Игнаценка. Я и мои коллеги жадаем вам добрых новинов и до новых сустречу эфиры.